Здесь есть, что немаловажно для нашей категории пациентов, это вот такие держатели, с помощью которых они могут с положения лёжа подняться, придать себе необходимое положение. Это многофункциональная медицинская кровать с инфузиозной стойкой. На неё крепятся флаконы, и пациенту проводят внутривенные капельные вливания. Главная медицинская сестра Иркутского клинического госпиталя ветеранов воин Татьяна Левченко показывает новую технику. Некоторые части ещё упакованы, ведь медицинское оборудование появилось только сегодня. 50 кроватей стоимостью около полутора миллионов рублей передал благотворительный фонд «Память поколений». Нам нужны были функциональные кровати, которые соответствуют определённым требованиям по гигиеническим стандартам и вообще по стандартам медицинского оборудования. Поэтому мы предоставили фонду всю техническую информацию, где были как раз эти требования. Сегодня в госпитале реабилитацию проходит 200 пациентов. Это не только участники боевых действий, но и дети войны, ветераны труда. Новое оборудование обеспечит им более комфортное пребывание. Татьяна Харитонова в госпитале только два дня, но уже делится впечатлениями. Кровать мне сразу понравилась, что она широкая. А вот узкой кровати я не могу. Ну, просто вообще прелесть, можно сказать. Вот единственное, вот это слово хорошо очень. Матрасы, вон, посмотрите, какие. Матрасы сделаны из специального непромокаемого материала, по которому не скользит постельное бельё. Кровать состоит из четырёх секционных лож. Положение меняется при помощи этих рычагов. А такие бортики располагаются с обеих сторон. При необходимости их можно убрать. Новую технику установили во всех пяти отделениях учреждения, в том числе и в реанимации. Кровати имеют колёса, благодаря которым мы можем спокойно передвигать их в любое помещение, в любое место, проводить качественную текущую заключительную уборку, то есть облегчая труд сотрудников. То есть это не наши санитарочки-пенсионерки, которые будут таскать их на себе, так скажем. Конечно, это улучшает качество труда. Кроме таких ценных подарков, сегодня для ветеранов организовали выступление музыкантов Драматического театра имени Охлопкова. После концерта пациенты отправились на сон часа, когда проснутся, прежнее оборудование уже вывезут из госпиталя. Александра Турченинова, Сергей Полянский. Новости сейчас.